В городе работает около 10 тысяч предприятий, которые занимаются продажей товаров и предоставляют различные услуги тем, что в Новосибирске эта сфера так хорошо развита, город, пожалуй, обязан купеческому прошлому. И хотя технологии ушли далеко вперед, покупателям, как и десятилетия назад, все еще есть на что жаловаться. О том, что не устраивает потребителей, как они могут защитить свои права, поговорим далее. Статистика говорит, новосибирцы все чаще делают покупки в интернете. Можно ли в этом случае защитить свои права потребителя? Конечно, потребители приобретают товары, они такие же обычные потребители. Законом о защите прав потребителей они защищены. Вопрос в другом, что нужно достаточно много знать, чтобы не совершать каких-либо ошибок. Если смотреть в целом, из всего количества обращений к нам поступает порядка 25% именно на дистанционные виды торговли, именно как товаров и предоставление услуг. Если смотреть опять в разрезе дистанционных видов продаж, то 90% это все-таки товары, 10% услуги. Что касается товаров, то больше всего жалуются на качество товара. Пришел товар ненадлежащего качества. Каким образом мне себя вести? Как я могу реализовать свое право? Что я могу предъявить и каким образом мне себя вести? Потребители, прежде чем отправить кому-либо свои денежные средства, заключить договор розничной купли-продажи, должны понимать, с кем они заключают договор. Должна быть предоставлена информация о хозяйствующем субъекте, его юридическое наименование. Кто это? Организация, либо индивидуальный предприниматель. Необходимо обязательно знать юридический адрес потом, в последующем. А куда отправляете претензию? Не только сотовый телефон, как правило, фигурирует на сайте и больше ничего. По сотовому телефону, вы понимаете, его легко отключить и в последующем можно просто не вести диалог, внести в черный список и просто не вести диалог с потребителем. И у потребителей возникает, когда они не обладают всей информацией о хозяйствующем субъекте, они не знают с кем и как себя вести. Порой задаешь вопрос, с кем у вас заключен договор, потребители не знают. Это частное лицо, физическое лицо или это все-таки организация. Поэтому до того, как отправить деньги кому-либо, нужно поинтересоваться все-таки, кто вам что предлагает. Можно посмотреть тоже и отзывы в интернете. В принципе, это очень хороший повод задуматься, стоит ли, в общем-то, потом в последующем иметь какие-то дела с данным продавцом. Вот если дистанционно хотите добавить, совсем мало дистанционных услуг. Это чаще всего образовательные услуги. Дистанционно приобретаются какие-то выходы, возможность участвовать в мастер-классах. И здесь вообще сложно. Договора фактически нет. Все со слов, что-то предлагают, люди соглашаются, оплачивают. Очень сложно, как одной стороне, так и другой. Доказательная база. Если заключается договор фактически, то исполнитель услуг должен исполнить его в полном объеме. Там все просто. Что-то не так. Значит, какие-то акты бывают, подписываются, что-то в них указывается. И более-менее здесь, когда есть документы, присутствуют документы, оно проще. А здесь вот сложно, дистанционно. И сейчас приобретают население финансовые услуги. Значит, что это такое? Это микрокредитование. Если потребитель имеет цифровую подпись, он может, не выходя из дома, оформить любой кредит. И возникают уже потом вопросы. О том, что непрозрачно. Я не знал о стоимости кредита, о процентной ставке, об итоговой стоимости кредита. И поэтому вот с такими вопросами бывают, есть обращения, их крайне мало, но тем не менее обращения поступают. На что вообще чаще всего жалуются? На какие товары, услуги? Многие годы уже лидирующая позиция – это сотовые телефоны. И она остается. И в этот раз, посмотрев статистику, за полугодие мы подвели итоги текущего года. Значит, сотовые телефоны – это позиция, на которую обращаются больше всего 14,2% – это обращения, связанные с сотовыми телефонами. Следующие позиции по обращениям – это обувь, одежда, мебель. Среди услуг лидирующей позиции – пластиковые окна. То же самое. На протяжении многих лет она остается лидирующей. И на второе место на сегодняшний момент у нас переместилась позиция ремонт бытовой техники. Мы все-таки связываем, почему? Он задает вопрос, а почему? Мы все-таки связываем это с приходом экономического кризиса, снижением покупательской способности. Меньше стали приобретать, больше ремонтировать то, что имеют на руках потребителей. Услуги ЖКХ, что с ними? Они несколько лет лидировали в антирейтинге? Изменилась ли ситуация? Жилищно-коммунальные услуги, они сместились на третью позицию. И, вы знаете, значительное снижение, если смотреть с аналогией прошлого года, значительное снижение 47,8% снижения количества жалоб по ЖКХ услугам. В общем и целом, насколько часто приходят потребители в отдел по защите их прав, насколько часто доходят до суда, какая активность у населения? Обращений потребителей достаточно много. С потребителями работаем постоянно. Кто был у нас однажды, он уже знает, куда обращаться. Жизнь идет, потребление продолжается, и, соответственно, к нам приходят те же потребители, которые уже обращались. И приходят другие, кто узнают, интересуются, где можно получить безвозмездную помощь, безвозмездное сопровождение своей ситуации до логического какого-то завершения. Но, если опять-таки обратиться к цифрам, за полгода к нам поступило 9300 обращений. 2% от этого количества ушли в суд. Это 612 исков было составлено всего за полгода. 2%. Остальные вопросы решаются все-таки в досудебном порядке. И опять-таки, если обратиться к статистике, было возвращено 14,5 миллионов рублей, из них 12,5 возвращены именно в досудебном порядке. Посредством вручения претензий первого шага, вручения претензий с требованием, которое нужно потребителю, эти претензии были удовлетворены. А вот остальные 2% ушли в суд. Мы консультируем, помогаем составлять претензию. И в последующем, какие вопросы возникают у потребителя, он всегда к нам может обратиться. Мы даем разъяснения, даем рекомендации. Стараемся помочь конструктивно, в юридическом ключе решить его проблемы. Спасибо за приятное общение. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова